Приветствую вас, аноним. Давайте разберём ваш вопрос. Во-первых, хочется сказать вам то, что у вас здесь пока что все перемещалось. Любовь, ваша потребность в тепле, наверное, в женской заботе, в женское внимание. Вот. Наверное, какая-то переоценка ценностей, которая у вас случилась после того, как вы построили карьеру и поняли, что хотите чего-то другого, чего-то большего. Некоторая чувственная депривация, без которой невозможно было, к сожалению, сделать то, что вы сделали, ну, в вашем случае. То есть, как бы, понятно, что если бы вы обратились бы за помощью, например, вот в тот момент, когда только начинали строить свою карьеру, то ситуация могла бы, конечно, быть другой. Но, как бы, теперь так. То есть, чувственная депривация — это, ну, такая общая подавленность своих чувств, да, а не осознавание того, что внутри вас происходит. Собственно, как бы, это есть то, из-за чего у вас такие трудности. Дальше. Все перемещалось, мне кажется, что первой бы задачей могло бы стать именно отделение одного от другого. Именно, как бы, такая дифференциация ваших чувств, их направленности, вот. Потому что, ну, чувствуется, что, вот вы, чувствуется, что вы вцепились вот в девушку, да, и, вот, как бы, не отпускаете ее. Притом, что у вас здесь, как бы, чувствуется достаточно сильно, что вы хотите семью создать. Хоть вы и говорите, что знаете, знаете ее, хоть вы и говорите, что... Ну, что у вас такое чувство, да, что вот вы во многих вещах, там, сходитесь и так далее. Вот, я вам верю, если, если что, но, как бы, вот это вот то, что вы хотите создать семью, да, это все-таки немножечко здесь может быть таким фактором, который девочку может отпугивать. Потому что, ну, у девочки могут быть другие планы, другие ценности и, в целом, некое такое выделение семьи в качестве отдельного... Отдельные цели, ну, не всегда для отношений хорошо, вот. Я бы хотел, чтобы вы увидели, вот, глобально, я бы хотел, чтобы вы увидели, какую конкретно свою проблему вы пытаетесь, условно говоря, решить. В этой ситуации. Я бы хотел, чтобы вы увидели, то, в каком, в каком контексте вы, например, думаете о девушке. Ну, то есть, вот, просто, да, вот, вы говорите, что я думаю о девушке. Вот, что вы о ней думаете, что вы о ней думаете, эм, какие у вас, эм, чувства появляются, когда вы о ней думаете, да. То есть, вам, повторюсь, нужно несколько лучше понять, эм, на что они направлены, на что направлены ваши чувства. Потому что, эм, эм, девушка, эм, скорее всего, вам отказала, так как, эм, почувствовала, что, в некотором смысле, в некотором смысле, ее используют. Используют не в том, эм, контексте, что там, эм, для секса и так далее. Ну, кстати, у вас, эм, есть некоторое отношение к сексу, как мне показалось, то есть, ну, эм, ну, эм, ну, встречались вы ради, ради секса бы, ну, и что тут такого, то есть. Эм, здесь у вас есть какое-то, мне кажется, предубеждение. Эм, вот. Соответственно, эм, понимаете, в чем штука, если есть вот это вот, предубеждение, образно говоря, если есть, эм, предубеждение, эм, какое там, эм, ну, насчет, эм, насчет, эм, секса, то и насчет чего-то другого, что это всегда делает отношения немножко беднее, это всегда, эм, ставит определенные условности, эм, для отношений. Вот. И это, на самом деле, тоже не очень хорошо, потому что, эм, ограничения ощущаются, и человек может по-разному их воспринимать. Ну, например, я ваш, эм, текст, эм, воспринял, эм, как, эм, ну, как проявление контроля. То есть, для меня, вот, если, у меня, у меня есть, эм, вот, такое чувство, что вы, эм, склонны, эм, все, ну, контролировать. То есть, вы склонны контролировать. Ну, вот, естественно, что я не уверен, естественно, что у меня нет, эм, никаких, эм, доказательств, эм, вот, того, что вы, эм, значит, эм, склонны контролировать все. Ну, эм, такое ощущение у меня есть. Вот. Соответственно, желание контроля, это, ну, тоже, эм, вот, такой аспект, который, эм, вполне вероятно, нужно прорабатывать. Эм, вот, потому что, эм, эм, это отнимает очень много, эм, сил, это может отнимать очень много сил, это может отнимать очень много энергии, это может отнимать очень много ресурсов у вас. Вот, и, как бы, хорошего в этом, ну, для вас, лично для вас, да, хорошего в этом, представить мне, например, сложно что-либо, вот, потому что, ну, это, все-таки, ну, такая достаточно изматывающая история, как мне кажется. Ну, вы, я уверен, я уверен, что вы и сами это прекрасно ощущаете, я уверен, что вы и сами это великолепно ощущаете. Вот, что вот такая-такая ситуация есть. Следующий момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это момент, связанный с тем, что, вот, вы говорите, что вам достаточно лет, вот, вы говорите, что вам достаточно лет, вот, что, значит, у вас были отношения, но неудачные, вот, но при этом вы хотите совет, как себя вести. Для меня это немного странно, честно говоря, вот, потому что, мне кажется, в этом есть некое лукавство, дело в том, что для человека, который достаточно зрелый, вряд ли вы будете слушать то, что, ну, вряд ли вы будете слушать наши советы, вот, и я бы сказал, что это совершенно нормально, это совершенно абсолютно нормально, что вы не особо захотите, они вам показываются странными, не отращающими суть того, что вам нужно. Вот, поэтому, мне кажется, что основная идея, на которой можно засунуть ваше внимание, это идея в том, чтобы лучше разобраться с вашими, вот, может быть, собственными противоречиями, да, которые у вас могут быть, и помочь вам, просто несколько лучше понимая себя, вот, несколько лучше понимая свои ощущения, свои чувства, вот, уже выстраивать такую модель поведения в том числе с девушкой, да, вот, значит, который бы наиболее полно вас отражал, ну, условно говоря, да, наиболее полно вас отражал, вот. А, значит, почему могут быть сложности у вас, вот, вы говорите, там, по баллам во френдзону и прочее, прочее, прочее. Ну, помимо некой искусственности, вообще, самого этого слова френдзона, да, то есть это вообще, ну, очень похоже на рационализирование, такое, такое. Мне кажется, что, вот, одна из основных проблем здесь, это проблема того, что вы не тот, кто вы есть с девушкой, вот, не совсем тот, кто вы есть, скажем так, вот, из-за чего отношения становятся несколько искусственными, да, то есть несколько неискренними, вот. У них может быть все хорошо, может вести такое, достаточно хорошее, светское, достаточно хорошее, светское общение, вот, но, как бы, это, условно говоря, хорошо, здорово, да, но это не совсем искренне, может быть, не совсем искренне, а может проявлять, потому что, если вы не являетесь собой, это, образно говоря, такое вот послание, да, которое, ну, которое вы можете транслировать, эм, человеку, у него вот это вот послание, оно может, эм, чувствуется, оно может, эм, ощущаться, вот. Эм, и ощущаться может, ну, достаточно, эм, хорошо, вот. Эм, поэтому, эм, поэтому здесь, вот, эм, важно вот этот момент, эм, учитывать обязательно. Важно, важно этот момент учитывать, вот, важно иметь этот момент, эм, в виду, потому что, эм, иначе, вот, эм, э, в противном, эм, случае, эм, могут быть, эм, трудности, трудности. У вас могут быть, эм, трудности, как, как мне кажется. Эм, что, что здесь, эм, нужно, да? Значит, во-первых, конечно, желательно определить, э, все-таки, какой вы, э, э, мужчина, какой вы, э, ну, по-настоящему мужчина. Это первое. Второе. Это, э, вам научиться выражать свои чувства, не говорить о том, чтобы отношения строить, и так, и так далее. А, вот, а именно, э, все-таки, именно, вот, э, э, говорить о своих чувствах, выражать их и так далее. Мне кажется, что, э, это, э, вот, э, то есть, вам, ну, довольно, довольно сложно. Как, 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 ну, как, как мне кажется, вам это достаточно сложно сделать. Вот. Могу ошибаться, безусловно, но мне кажется, что довольно сложно. А дальше, э, крайне, э, желательно, крайне желательно, э, чтобы вы, э, отделили свои чувства, отделили свои, э, ощущения, направленные, направленные на, э, э, девушку, от, э, того, что вам, э, э, хочется, э, для себя. Вот. А, без этого, без этого, э, ну, вы, вряд ли, э, сможете, э, э, адекватно выстраивать отношения, э, адекватно быть, э, нацеленным, направленным на, э, человека. Вот. Потому что, ну, человек всегда будет, э, э, чувствовать, э, что, э, направленным немножко не на него, не на него, а направленным несколько на, э, ну, на себя. И это всегда будет отталкивать вас, вот, э, ну, отталкивать от вас, точнее. Не вас будет отталкивать, а от вас будет отталкивать. Вот. Ну, если мы этого не хотим, то, э, придётся здесь, э, всё-таки, что-то корректировать. Вот. Потому что, по-другому никак, по-другому не по-, не по-, не по-, не получится. Вот. Ваш ключик к пониманию себя в этой ситуации, это то, что вы всё время думаете о девушках, вот, это вам может неплохо так помочь в плане того, что когда вы о ней думаете, если вы себе вот задаёте вопрос, вот когда я не думаю, чего я хочу, допустим, когда я не думаю, там, какие у меня, например, мысли, какие у меня, например, чувства, какие у меня, например, желания, какие у меня образы возникают, да, вот, понимаете, это всё достаточно вау. Мне неплохо было бы посмотреть предыдущий опыт ваших отношений, который был неудачным, чтобы выявить какие-то моменты, да, вот, чтобы помочь вам, чтобы, ну, может быть, вы в какой-то степени, ну, не боялись, чтобы вы не боялись повторить ошибку, чтобы вы не боялись неудачи, вот, потому что это такая нервозность, она тоже может ощущаться, вот. Вообще, мне кажется, что это, наверное, один из ключевых моментов, что отношения вы пытаетесь построить головой, ну, отношения немножечко выстраиваются по другому принципу, возможно, поэтому вам сложно, потому что вы не привыкли действовать. Спонтанно. Отношения, это, отношения выстраиваются спонтанно и, ом, творческие, а вот с творческим подходом, мне кажется, у вас сложно, потому что, ом, творческий подход подразумевает некоторую открытость, а я предполагаю, что для вас открытость, связанная с болью, я предполагаю, что для вас открытость связана со странимостью, которую вы отчаянно пытаетесь спрятать, вот. Я, конечно, могу, могу, могу ошибаться, ошибаться, но выглядит, выглядит это всё так. И в этом нет ничего пассивного и страшного. Многие люди, многие мужчины, это самые, ом, ранимость и слабость, не слабость, да, вот, ранимость бречи, это нормально. Но, ом, другое дело, что, можно ли, вот, использовать её, там, грубо говоря, себе, там, на благо? Ну, конечно, конечно, можно. Вот. Важно, чтобы вы этого захотели, чтобы вы были на это нацелены. И вот, как раз, взаимодействие с психологом могло бы вам научить вас вот этой вот чувствительности, могло бы вас научить вот этой вот, в хорошем смысле этого слова, слабости, вот, и что позволило бы вам в итоге использовать это в отношениях, как использовать это вообще в жизни, наполняя её, наполняя её радостью, наполняя её светом, наполняя её вдохновением и так далее. Потому что я не удивлюсь, если вы скажете, что создание семьи, и эта девушка видит с вами, как лучик в тёмном царстве. Вот я не удивлюсь, если, если, вообще-то говоря, ничего, особенно большего в жизни вас не радует. И если это так, если девушка и создание семьи единственное, что может дать вам какую-то радость, то вы очень легко окажетесь зависимыми. А разозависимыми, значит, это будет позиция всегда ниже, или позиция нездорого сверху. То есть вот такая, такое может, такое может быть. И девушка, как существо, такое, такое, интуитивное, да, это может почувствовать, вот, и соответственно, либо этим воспользоваться, вот, либо наоборот это отвергнуть. Но, вне зависимости, вне зависимости от того, как относится к этому девушка, как относится, точнее, к этому девушка. Вряд ли вас, ну, вряд ли вам в этом будет хорошо. Вот. Просто, чтобы, вот, вы, ну, просто, чтобы вы, вот, понимали. Этот момент, просто, чтобы вы, эм, понимали этот момент, просто, чтобы вы, эм, отдавали себе в этом отсчет. Ну, это все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что он в какой-то степени, э, 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 ну, приоткрыл немножечко, э, э, вот, завесы над, э, э, вашей проблематикой в целом, да. Да, то есть это, э, э, глобально. Это, э, 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 некое, 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 вот, э, ну, ну, э, незнание в себе. Понимаете, как, 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 какая, э, э, штука, штука. Вот, э, такой, э, момент. Э, э, на этом, в принципе, э, э, все. Удачи вам. Э, э, удачи вам. Э, э, желаю, э, вам, э, всего, самого, самого, самого доброго. Будем на связи. Обращайтесь. Обращайтесь.